Приехали с Кириллом в Дублин, отогнали машину назад в гараж, где мы ее покупали. Проблема со светом. Очень тускло светит ночью. Биг Синоны должны светить ярко. У меня Passat раньше светил лучше. Поэтому сказали, сейчас все поменяют. Блочки, лампочки. Все без проблем. Это не центр Дублина, но все же это и не загород. Это в Дублине. Дублин 10. Поменяли одну лампочку. Сейчас горит в 100 раз круче. Менять надо целый линит. Это то, что нагревает лампочку. У него уже капец. Поэтому мы с одной стороны поменяли, светит ярко. С другой стороны сейчас будет менять тоже. Так что все четко. Все пучком. Изначально, когда я увидел проблему с этими фарами, я подумал, может гараж какой-то левенький или что. Знаете, какой-нибудь доджик, как говорится. Но тут смотрю, они продали. Вчера, говорят, за неделю 10 машин продали. Вон все тачки стоят. У них вон солт, солт, солт. Все продано, продано. То есть безняк у них идет. Люди покупают. Ну, они всего лишь 4 года работают. Или 5 даже. Но бизнес валит. Молодцы. Ну и довольно-таки быстро, если что-то случается, по-быстренькому все делают. Все чинят как бы без проблем особых. Без вопросов. Ну, дай бог будем ездить на этой машине без всяких косяков. Не хочу сюда приезжать. Хочу просто ездить. Поменяли нам лампочки. Все, короче, офигенски. Было видно, что лампочки, которые у меня стояли, очень тускло светили. Даже подогнали машину к стене. Поставили одну новую. И разница была прям налицо. Поменяли они две. Короче, одна лампочка 88 евро. Ну, она идет с таким блочком, который нагревает этот газ. Синония. Ну, в общем, две лампочки. Это выходит 176 евро. Поменяли все это бесплатно. Так как машина была куплена уже с такими левыми. И все. Сейчас, я думаю, будет прекрасно ехать ночью. А то ночью ехал. У меня Passat светил гораздо ярче, чем эти Big Sinon. Блин. Поэтому вечером сегодня надо будет посмотреть, как светит. Но я думаю, будет круто. Потому что даже при дневном свете видно большая разница. Так что все круто. Все починили. Гараж молодец. Не выеживался там. Ну, хотя я не думаю, что там выеживать. Вроде цивильный гараж. Ну, вот сейчас фары светят просто охренительно. Видно все. Все светло. Все круто. Короче, бомба. Сейчас можно нормально ночью ехать. А то был просто ужас какой-то. Здравствуйте. Собираюсь подъехать к Эдрину. Он занимается профессиональной чисткой машин. Типа валетинг. Он давно этим занимается. У него это отлично получается. Хочу, чтобы он мне почистил сидушки и коврики, и пол. Как бы машину саму чистить не надо. Там панельки. Все это не надо. Но вот именно сидушки. Они здесь вот вставки такие. Они выглядят немножко усталые. Он говорит, что можно... Это все не совсем хорошо вычищено. Ну, плюс они немного протерты. Но он говорит, что все это можно сделать. Привести в хороший вид. Поэтому, как бы, мне здесь нужна его помощь. Ну, здесь пол немножко засраный. Мы на пляж ездили. Пляжный песок. Ну, как бы, пусть он хорошо почистит коврики, сами пол. Ну, как вы видите, сидушки тоже такие вот. Должны быть темные, но с таким белым оттенком. Их чистили, но не так хорошо. Я уверен, что он сможет сделать это гораздо лучше. Поэтому сейчас мы едем к нему. 20-30 минут. И все должно уже сиять и блестеть. Так что, погода у нас сегодня мрачная. Пасмурная. Дождь был. Не знаю, что там будет дальше. Но все затянуто. Думаю, сегодня дождливо. Да, в Ирландии сегодня Good Friday. Good Friday это, то есть, перед Пасхой. Не знаю, как на русском. Ну, это хорошая пятница, но на русском у нас это как день это называется. Тоже как-то называется, не знаю правильно. В общем, в Ирландии сегодня нельзя купить алкоголь ни в каких магазинах. То есть, надо быть хорошим, нельзя пить. Походу, мясо тоже нельзя есть. Ну, верующим людям. Но алкоголь нельзя, неважно, верующий ты, неверующий. Магазин не продается. Но продается в гостиничный бизнес. Там разрешено. Поэтому гостиницы можно купить. Так что, если кто-то не знает, где в этот день выпить, куда сходить, идите в гостиницу, в гостинице всегда есть бар. Это звук, когда мы были на пляже. Это звук. Это звук. Знаете, я даю тебе ховер. Ты ховер это первое, все шеи. Можешь шеи впервые. Который мазь от. Ховер отверстий. Можешь шеи обратно и ховер отверстий. Я сделаю шампунь, карпет и этот шампунь, и я даю шпрей, чтобы закончить остальное. Так что ты хочешь мне работать? В общем, он предложил мне вариант самому попыресоситься. Он мне поможет сделать сидушки и отхимчистить пол. И денег не хочет брать. Хороший человек. Кто-то считает Румынов, что они цыгане заведомо и могут вас найти. Но он, он не такой. Ты знаешь, где цыгане? Это же, это же в Румынии. Ну что ж, я попыресосил все. Уже чистенько после пылесошения. Как видите, сейчас он запшикает коврики шампунем, а потом сидушки также запшикает шампунем. И постараемся их отодрать. Это шампунь уже, да? Да, да. После шампуя, я буду пылить с пылесосом. Не волнуйся. Но смотри, ты можешь сделать ван. Ты знаешь, что ты можешь сделать? Ты можешь поверить ван. Да, я могу. Ты поверил ван, шампунь. Это здорово, да? Это здорово. Да. Он предлагает мне попылесосить этот ван, пока он не чистит машину. Хорошая сделка. Посмотрите. Сейчас попресошу я ему. Ирландские фермеры. Посмотрите. Музыка. 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 Кстати, эта машина, вы увидите потом, какая она будет. Вот как вы ее видите. Но после того, когда он закончить работу, она будет блестеть. Я, кстати, попрошу, чтобы он потом фоноточки мне скинул. Обязательно. Пылесосил я этот сарай. Посмотрите, это все будет блестеть. Он, конечно, заднюю часть не трогает, не будет трогать, но вот эту переднюю часть, я не удивлюсь, потому что знаю его работы. Будет просто бомба. Поэтому я попрошу его обязательно, чтобы он видосик мне снял или фотки скинул. Я вам обязательно покажу, как будет выглядеть этот сарай после того, чтобы он его закончится. Это я уже попылесосил, ловлю где-то, не знаю что. Такая жёлтая вода идет. Посмотрите, как новенькая, а выглядела она как будто была союзанная полностью, как будто уже, знаете, надо менять эти штатки сами протёртые. Но они не протёртые, просто были грязные. Но, вы знаете, в гараже они делали дип-клининг. Они делали, в основном, дашьборд, полицию. Они не делали... Да. Это фантастическое, потому что... Потому что я думал, что, может быть, они уже сняли так. Нет, нет. Да, да. Но это не ледо, это просто материал, да? Да, это как-то материал. Да, да. Но, в самом деле, эта материал комфортная, у тебя не сладает. Да, да. Я люблю это. Так, посмотрите. Отличная работа. Всё прекрасно. Обычно за такую машину, если бы полностью вы хотите её сделать, в районе 50-60 евро, то вы видите, как засрана ваша машина, конечно. чтобы покатить. Если бы кто ничего не купил, а это будет легче, чтобы сложить этот процесс, поставьте в глаза, чтобы было что-то Israel. И вот pastors и большие разбирайте об извили моих. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...